И Путин предложил выплачивать жителям Дальневосточного федерального округа миллион рублей за третьего ребенка. То есть, интересно, сейчас начнется такая, ну может быть этого и не будет, но вообще могла бы начаться такая ерунда, когда родив двоих и беременна третьим, поехать на Дальний Восток, прописаться, чтобы получить миллион. Но с Дальнего Востока все бегут, и я думаю, никаким миллионом их не остановишь. Это сейчас повальное такое явление, как побег с Дальнего Востока. Путин объявил, значит, вот об этой новой выплате семьям с детьми. Песков назвал заявления Путина пророческими. Президент очень здорово иногда описывает перспективы, может быть к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит. Это вот связано с этим газом, который, конечно, ни из-за какого, ни из-за Путина такие скачки совершил. Сейчас совершенно очевидно, что огромное количество газа купил Китай. Были еще покупатели очень серьезные в виде Саудовской Аравии и так далее. Поэтому к Путину это никак не относится. А все его пророчества мы знаем. То есть, какие были у Путина пророчества? Кто помнит? Помните, он заявил, что если нефть упадет ниже 80 долларов за баррель, то экономика мира рухнет. Ничего подобного не случилось. Помните, также он заявил, что пока он президент, не будет никакой пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. Он также заявлял, помните, что все россияне в 2000 году будут жить в каких-то огромных квартирах. Будут получать какие-то 2 или 3 тысячи евро. Да, и Россия войдет в пятерку самых великих стран мира и прочее, прочее. Вот этот пророк. Да, он напророчил столько. И космос на Луну мы летали уже в 18 или в 19 году. Тоже он это все пророчил. Так что, я понимаю, что им сейчас нужно показать, что Путин это что-то. Это не какое-то чумор. Ну, потому что они же не могут признаться, что служат ничтожеству. Им нужно поднимать как-то его статус. Да, это не ничтожество, это Путин. Но обратите внимание, всегда, во все годы мы издевались над Путиным из-за того, что он не видит дальше своего носа. Что он близорук, что он абсолютно не может ничего просчитывать. Более того, он не может взять советников, которые умеют просчитывать. Ну, как с этим сбитым Боингом, да? Со всеми остальными делами. Когда элементарно можно было просчитать, что не нужно делать. Он это делал. Они пытаются поставить с ног на голову вот эту конструкцию. Путин ни разу точно ничего не предсказал. Ни единого раза. Помните, тезис у меня главный был, почему Путин не может управлять? Потому что он не может предсказывать, он не может видеть будущего. Это как водитель на дороге, который там с закрытыми глазами. Что он может увидеть? Он не видит дорогу, во-первых. И во-вторых, он не может парагнозировать, как будут действовать участники движения. Это самая главная ошибка, что он не может прогнозировать действия других. Какие-то вещи, связанные с мелкими проблемами, как с этим газом, иногда они попадают, так сказать, в строку. Как и каждый лык в строку. Потому что огромная страна, Россия. Но это не заслуга Путина. Большой народ, большая страна. И иногда, да, везет. У него дьявольское везение, у этого козла. Но он ни разу еще не попал в точку. Большой народ. Продолжение следует...